Здравствуйте, друзья! Продолжаем серию силы души. Сегодня любовь и трепет. А-ва-в-э-р-а. Некоторые думают, что трепет — это страх. Но это не так. Это страх тоже, но это, возможно, такой страх потерять то, что уже есть. Или такой трепет перед таким чем-то великим. Но о чем мы говорим? Страх и трепет — это два крыла, которые поднимают человека все выше и выше духовно и соединяют их со Всевышним. Великий каббалист, первый главный раввин Израиля Равкук, который, кстати, родился в местечке Гривна в Латвии рядом с Дринском, у него была такая песня, которую он написал «Бенадам але лемалале» «Человек, поднимайся выше, поднимайся». «Ешли хакан фе-руах» — «У тебя есть духовные крылья». Он говорил так же, что нельзя придумывать, что человек не придумывает, что у тебя их нет. Поднимайся с этими крыльями. И что это за крылья у человека? Это крылья любви и трепета. Ну, что это такое любовь в этом контексте и вообще? Один очень интересный раввин, которого зовут Рав Арик Наве, также доктор физики, он говорил такую вещь, говорит до сих пор, что любовь — это желание двух разных существ соединиться и стать одним. И вот любовь — это когда мы, говорится, что надо любить Всевышнего. Это желание соединения со Всевышним. Когда мы любим других людей, это желание с ними соединиться. Но в чём дело, если мы не знаем, с кем мы соединяемся? Тогда вопрос, соединяемся ли с этим человеком, или со Всевышним, или нет. И тут есть трепет. Или «ир-а». И «ра» также это от слова «ры-я» или «внимание». Посмотрим на человеческий пример. Если есть кто-то, который говорит, что он нас любит, но он не обращает нас внимания или не видит нас, ну, значит, вопрос, любит ли он нас или нет, или кого он любит, если не видит нас. И тут же так же, конечно же, со Всевышним. То есть мы должны знать, что мы любим, скажем так. И, конечно же, мы не можем это никогда познать полностью. Это понятно. Но как-то приближаться? Как мы можем его узнать? Во-первых, Рамбам говорил то, что можно выйти на природу и посмотреть величие природы. Что каждый листик другой, каждое дерево, какое вообще изобилие есть в природе. Но, конечно же, Всевышний — это не природа, но через это понять величие Всевышнего. Также есть трепет потерять. То, что если человек ощущает этот коннект, то он не хочет, чтобы этот коннект прервался. Он как бы боится навредить, или, скажем так, или боится, у него такой трепет есть, не навредить. Но, в принципе, это все, это дело, связанное очень сильно со вниманием. Так вот, возвращаемся обратно к этим двум крыльям. Крыло любви — сила соединения, и крыло трепета — сила внимания. Это, конечно же, наши силы, нашей души, которые мы должны применять. Конечно же, соединением Всевышним, но и соединением с нашими близкими. Всего самого хорошего. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Продолжение следует...